В областном молодежном центре «Химик» «Аншлаг» четвертый открытый чемпионат Омской области по бодибилдингу, бодифитнесу и фитнесу в памяти известного омского спортсмена и тележурналиста Андрея Самойленко, традиционно популяренного мячей. С большим удовольствием приезжают в наш регион и титулованные спортсмены и опытные судьи. Мы на протяжении многих лет общались с Андреем и память об этом легендарном человеке, спортсмене, ведущем телевизионных программ для нас очень дорога. Поэтому мы всегда с огромным удовольствием откликаемся с тем, чтобы приехать сюда. Ну так как и многие спортсмены, которые сюда сегодня приехали из разных городов, поэтому я думаю, что сегодня будет очень интересное спортивное соревнование, поскольку спортсмены, приехавшие, еще раз повторюсь, из разных городов, очень высокого уровня. Открыли соревнования прекрасные представительницы бодифитнеса. Впечатляющие рельефы и пропорции тела стоят большого труда. Таков он профессиональный спорт. Приходится отказываться от маленьких женских радостей, рассказывает мастер спорта 27-летняя Екатерина Мерлин. У нас питание идет гипербелковое. Это курица, рыба, яйца, творог и минимальное количество углеводов. Уже в преддверии соревнований, недельские за две, мы уже начинаем урезать углеводки. Вот. Не сладкого, не жареного, да. Очень хочется. В результате победительницей стала омская спортсменка Анна Резина, дебют которой состоялся ровно год назад на этих же соревнованиях. За короткий срок упорным трудом девушка добилась внушительных результатов. Представителями получили соревнования у мужчин. Все больше титулованных спортсменов предпочитает выступить на омских подмостках. Действующий чемпион России среди ветеранов Сергей Козин рассказывает почему. Он достаточно престижный турнир. То есть определенные спортсмены каждый год, даже он из Питера приезжает сюда. То есть достаточно высокая конкуренция создается за счет приезжих спортсменов. Поэтому даже победить здесь очень даже как бы это неплохо. В зрительном зале самый сильный человек планеты и победитель престижного турнира Арнольд Классик 2013 года Михаил Шевляков. Говорит, всегда с большим удовольствием готов поддержать спортсменов-земляков. Многие предлагали, потому что у меня тоже телосложение такое атлетическое, выступить в классическом бодибилдинге. Но попробовав себя, как говорится, и найдя себя больше в силовых видах спорта, думаю, должен каждый заниматься своим делом. В категории мужчин-мастеров лучшим признан Сергей Козин из Новоуральска. Ольга Гуськова из Екатеринбурга взяла первый приз в категории фитнес-бикини. Десять лучших спортсменов в абсолютной категории мужчин и бодибилдинг поделили солидный призовой фон. А победил петербуржец Александр Кадзоев. Гордость российского бодибилдинга.